Урал богат различными минералами И вот это богатство, оно хорошо фиксируется и в древности Среди минералов встречаются изделия из редких, или я их называю экзотические минералы Что это за минералы, мы сейчас рассмотрим Вот перед вами горный хрусталь Горного хрусталя на Урале предостаточно Его нельзя считать редким Но вот свойства хрусталя при раскалывании, они очень своеобразные Дают занозистые сколы И тем не менее, уже с верхнего палеолита люди научились использовать горный хрусталь в своих целях Самым древним памятником, на котором присутствует горный хрусталь Является стоянка за озерью, это в прикамье Ее возраст около 35 тысяч лет Ну, изделия там в основном это отщепы, осколки, расколотые гальки В эпоху мезолита у нас уже появляются более интересные изделия Это мезолитические нуклеусы Позднее появляются и наконечники стрел Вот перед вами хрустальный нуклеус серого камня Это нуклеус 17 граней На солнечном свету он вообще начинает играть Это явно культовое изделие Два хрустальных нуклеуса найдено в мезолитическом кладе в черте города Нижнего Тагила на горе Трухскалка В эпоху неолита появляются двусторонне обработанные наконечники стрел и так далее Среди интересных памятников можно назвать несколько Ну, во-первых, стоянка Троицкая Это Челябинская область, река Уй Там найдено 101 предмет из горного хрусталя 101 предмет Самый крупный комплекс, 204 экземпляра, найден на Больших Алаках Озеро Большие Алаки, тоже в Челябинской области Там каменные палатки высотой 8 метров И на этих палатках ненесены наскальные изображения, но в более поздние эпохи И вот раскопки на этом памятнике вдруг неожиданно привели к тому Потому что в основании культурных отложений бронзы, неолита Был найден палеолитический слой с костями дикой лошади И среди них 204 изделия каменных 78% этих изделий, то есть 164 изделия, изготовлены из горного хрусталя Хрустальный палеолит, это очень интересно На территории Среднего Урала стоянка Талецкого на часовой, она дала чуть больше 100 хрустальных изделий В дальнейшем интересные изделия, это на камне дыроватом, хрустальные наконечники стрел Двусторонне обработаны ретушью Единственный хрустальный наконечник стрелы, изготовленный из пластины, это ранний тип Он найден на Шайтанском озере Среди хрустальных изделий есть и уникальные И вот здесь представлен вверху скребок хрустальный Но в нем присутствуют тонкие нити рутила Так называемые волосы Венеры Мы его называем волосатик И рядом тут образец вот этого самого волосатика Это единственное изделие из волосатика Такими же редкими изделиями являются булава хрустальная Найдена в Малакизильском кургане в Челябинской области Диаметр ее где-то 5,5 сантиметров Просверлено медной трубкой А вот этот экземпляр хранится Из случайных находок хранится в Екатеринбургском краеведческом музее Что это такое, пока мы точно не знаем Я полагаю, что это подпятник для добывания священного огня Но, возможно, это заготовка булавую Очень широко в древности использовались разновидности халцидону Халцидон это тот же самый скрытно-кристаллический кварц Но он имеет ярко окрашенный цвет Это оранжевые, красные, бурые, желто-коричневые Вот такие вот И на культовой площадке бронзового века Вот эти вот наконечники стрелы Они выполнены в основном из халцидонов Но что интересно Вот некоторые наконечники на камне дыроватого Вот здесь красный цвет подобран таким образом Что он идет от кончиков основания до острия Это подчеркивает сакральное назначение данного наконечника Очень интересен кристальный кремень Смотрите, у него розовый цвет Но рабочая кромка, которая служила для высекания огня Она имеет ярко-красный цвет Это специально изготовленное изделие То есть древние люди видели эти тонкости И их использовали в своей культовой практике Здесь вот представлены различные изделия Это сердоликовые Сердолик – это разновидность халцидона Сердоликовые изделия, скребки, наконечники стрел Ножевидные пластины и даже бусины В принципе, халцидон использовался и в поздние времена Например, в раннем железе и в эпоху Средневековья Очень много бус делали именно из халцидона Либо сердолика Разновидностью халцидона является также сапфирин Изделия из него нечастые В ранних комплексах особенно Вот только неолитический наконечник стрелы Из Адмуртии, худяковское поселение А в основном они уже идут в раннем железном веке Изготавливали крупные бусины Для украшения перекрестий мечей Среди них есть очень интересная находка В Мокинском могильнике найдена римская фалера Это очень редкая находка в самом Риме И тем не менее она изготовлена в виде головки амура И проделала далекий путь от берегов Средиземного моря до Камы И там попала в могильник Иногда использовали и агат Здесь, конечно, плохо видно Но этот круговой узор идет по этому образцу Они выделили, обработали таким образом Чтобы этот круговой узор агатовый подчеркнуть Это памятник Шигирский исток 3 Относится к Бронзовому веку Также большой редкостью является нефрит Долгое время считалось, что нефрита на Урале нет Но сейчас уже известно, что есть в районе Южного Урала Месторождение нефрита и даже есть на Северном Урале Вот здесь представлены могильники из кольца Нефритовые кольца из могильника Бронзового века Турбина Там 36 вот таких колец Очень интересная технология из их изготовления Но вот на Южном Урале Так это тоже у нас турбинские находки На Южном Урале одна только находка Это укрепленное поселение Усть-1 Булава Вот два шипа булавы выточены из нефрита Темно-зеленый нефрит И на этом бросили Потому что вот мы тоже обрабатывали нефрит Правда, сверлением И должны сказать, что обрабатывать его очень сложно Очень сложно Всем известный вам Малахит Ну, месторождение Малахита, хозяйка Медной горы Это и Южный Урал, это и Средний Урал Появляются эти изделия в Бронзовом веке Вот в Свинташтинском могильнике бусина В раннем Железном веке таких бусин и подвесок становится больше Они найдены на палатках, найдены на Исетском озере и в других местах Иногда находят и сопутствующие Малахиту минералы Это азурит На палатках под Свердловском найдено три почки Почка – это круглое образование ярко-синего азурита Ну, и хризакола, она бледно-зеленая Она как бы разновидность Малахита Но она очень хрупкая, поэтому в ювелирном деле не используется Маховой агат Это единственный памятник, где обнаружен маховой агат Это Шайтанское озеро 1 В районе Невьянска, Свердловской области Там найдены пластины, отщепы и даже наконечник стрелы из махового агата Янтарь Янтарь был распространен достаточно широко Но в основном в северных районах Урала Он приходил, конечно, с Балтийского моря Это уже установлено На Урале есть свой янтарь Но он не имеет ничего общего по внешнему виду По сравнению с Балтийским янтарем И вот там бусинка у нас лежит Да, вот это слева получается Когда я показываю студентам эту бусину И прошу определить Они говорят, что это пробка Вот так такое вот Начали использовать янтарь в эпоху неолита Но в основном это падает Во использование на позднее средневековье Встречаются даже вот такие редкие изделия Как бусина из мела Гранат Единственный гранат, альмандин Вот крупного размера Почти 3 сантиметра поперечники Найден Викторовой на палатках 1 Под Екатеринбургом Долго мы ломали голову Как, что с ним могли делать Пока одна девочка не умудрилась Вот такую оплетку сделать И можно было его использовать для украшения Кроме этого Вот в Челябинской области Есть могильник Магнитный Вот в 21-м погребении этого могильника Там найдено украшение Из полупрозрачного Вишневого благородного альмандина Альмандин это гранат Кроме вот таких благородных камней Которые относятся к благородным В древности использовали и другие виды минералов Понятие благородный, неблагородный Там ювелирный Или какой-то драгоценный Полудрагоценный Это относительно Вот, например, из меевика Из меевика В прошлом веке насыпали дороги Щебенку делали А сейчас из них делают бусы Делают шкатулки из меевика И мягкая разновидность змеевика Научное название у него серпентинит Это начинается с эпохи Палеолита Вот каповая пещера Там найдена жировая лампа Из серпентинита То есть из меевика В дальнейшем, в эпоху мезолита Тоже на Южном Урале На реке Юризант Погребение В Бурановской пещере В Старичном гребне Там крупные подвески из меевика Ну, из афита, точнее Он более мягкий Размером до 7 сантиметров Благородные окраски Такой зеленовато-голубоватые подвески 35 подвесок Бурановской пещеры И 15 подвесок В Старичном гребне Вот как раз Бурановская пещера Также для украшения Использовался другой минерал Мы его называем шифер На самом деле это Перафилитовый сланец Он имеет темно-красный цвет Достаточно распространен И вот так сложилась ситуация Что по непонятным причинам В эпоху неолита Подвески делали исключительно Почти исключительно Вот из такого шифера Они имеют небольшие размеры 1, 1,5-2 сантиметра И у нас вот, например, на Шайтанском озере Их в погребении было 11 экземпляров А всего еще помимо погребения На памятнике еще 31 подвеска нашли На Усвагерском холме На севере Свердловской области Там больше 20 подвесок У некоторых подвесок По краю нарезаны зубчики На Аятском озере Свердловской области Найдено Аятское погребение Эпохи неолита Там 52 подвески были Причем это вот здесь мы показали Как бы ожерелье На самом деле их нашивали На различные части тела На одежду Их так вот не носили Как мы там бусы и прочее Есть и более значимые находки Вот в Западной Сибири В Тюменской области Есть такой могильник Неолитический Бузан-3 Так в одном погребении Нашли 170 подвесок Из шифера А в другом 220 Ну это то знаменитое погребение Которое было захоронено В лодке Вот Аятское погребение Здесь вот расположение подвесок Соответствует тому Как они были найдены Над погребенным Обратите внимание В центре лежит большой кусок 15 на 6 сантиметров Слюды Лежит прямо в области сердца Изредка из перофилитового сланца Изготавливали и другие изделия Вот здесь у нас шпатели Для обработки вверху поверхности Керамических сосудов И гребенчатые штампы Гребенчатые штампы Интересно отметить Что наш видимо уральский шифер Найден например и в Ивановской области И тоже из него изготовлена подвеска Ну трудно отнести к благородным минералам Железную руду Ну вот такие карандашики В кавычках Я называю губной помадой древностью Эти кусочки железной руды Гематита Либо магнетита А гематит это от слова кров Когда полируешь гематит На алмазном круге Он дает красно-бурую такую пыль И вот эту пыль Ее использовали для получения краски Получение краски И во многих святилищах И в Каповой пещере найдены охренные карандашики В пещерных святилищах реки Чусовой Они в небольшом количестве Но есть всегда Для меня это вот необычная находка Это из того же могильника магнитного 21-е погребение Кристаллы перита Перит сам по себе Очень хрупкий минерал Из него невозможно что-то изготовить Тут факт Несколько десятков кристалликов Кубиков перита Они украшали плетеную сумочку В погребении Тоже удивительная находка Это халькоперит Так называемое золото дураков Многие неопытные добытчики Они путают его с золотом Это в пещере туристов В святилище на реке Чусовой Найдено первое изделие из халькоперита Это обломок Но судя по шлифованным участкам Оно представляло собой соченную пирамиду Для чего она служила Мы понять не можем Второе изделие Тоже из халькоперита Буквально через год Мы нашли на Шайтанском озере Оно изготовлено в виде шалашика И служило для В качестве шпателя Для заглаживания поверхности сосудов Ну яшму все вы знаете Яшму использовали с самого начала Палеолита Это вот Гаринский комплекс Несмотря на то, что Это Гаринская стоянка Находится на реке Сось И очень далеко от Южного Урала Ну яшма там И полощатая И сургучная И зеленая яшма Там присутствует Такая же Точно такая же яшма Она есть и у вас в Башкирии В Каповой пещере Необычными находками Являются вот эти два диска Из благородного талька Они в натуре Они имеют слегка зеленоватый цвет И полупрозрачный Что интересно Они могли лежать на глазах Погребенного шамана Культовый характер Благородного талька Подчеркивается тем Что вот здесь вот На нижнем слайде Показаны Фрагменты И эти фрагменты Происходят из погребения На Шайтанском озере В щели Между гранитными глыбами Найдено было Трупосожжение Там было 76 подвесок Из кости И поверх Сверху оно было засыпано 543 вот таких Фрагментика благородного талька Это подчеркивает Сакральное значение Данного минерала Ну это уже обычный тальк Тоже Южный Урал Смеловская пещера Эпоха Палеолита И вот подвески Или какие-то украшения Выполнены из талька Вообще-то тальк Использовали очень широко В древнем искусстве Это фигурный молот Эпохи Неолита Найден на Евстюнихе Он небольшой 8 сантиметров в длину Всего-навсего Просверленный И в нем еще Примец змеевика Есть также В Екатеринбургском музее Хранится другой Фигурный молот Из талька Только уже с коричневым оттенком Это 12 сантиметров Высотой Скульптурной головы Белки И она просверлена Насквозь Длина отверстия 12 сантиметров Это надо было потрудиться Известный антропоморфный Идол С Палкина 1 И фигурка С отбитой головой С Шайтанского озера Необычных изделий Которые мы называем Утюшки Тоже Использовался часто Тальк Тальк это Очень мягкий минерал Он режется Буквально ногтем Имеет По шкале По 10-бальной шкале Мооса Единичку То есть Самый мягкий минерал Но в то же время Он обладает Большой прочностью И вплоть до настоящего времени Вот доминые печи Изнутри Выкладывали Кирпичами Из талька И поэтому Ну это подвески Из талька Поэтому неудивительно Что тальк Очень часто использовали Для изготовления Литейных форм И сказать Что это Вот хозяйственная вещь Ну да Это для хозяйства Делают Но тоже дело Время превращения Вот Расплавленного металла В законченное изделие Это уже чудодейственный акт Поэтому я такие изделия Отношу Культовым Про следу Я вам уже говорил Ну Это Так сказать На память Что я хочу сказать Вот Древние люди Все же Они Очень хорошо Понимали Свойства камня И Вот Свет камня Его структуру Они использовали Для Для того Чтобы показать Социальный статус Определенного человека Это мы видим И по погребениям И Потому что Большая часть Вот таких Сакральных Предметов Они Находятся На святилищах У меня Все Они Продолжение следует...